Здравствуйте! В эфире же недельные новости Смоленская и в студии Анна Пименова. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Данный формат позволяет окунуться в атмосферу, которая происходит непосредственно на конференции. День информирования на предприятиях атомной отрасли. Положительный опыт внедрения и улучшений, которые были уже внедрены в ряде социальных проектов, таких как Бережливая поликлиника, было решено перенести и на горы. Проект «Бережливый город». Для атомной энергии, для молодых видов спорта, мы с вами ими стали заниматься не так давно. Турниры концерна «Росэнергоатом» по бадминтону и питанку в Десногорске. С каждым сезоном, с каждой игрой интерес к ней все увеличивается. Открытый турнир по игре «Что, где, когда». На плановом совещании с руководителями подразделений директор «Смоленская» сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». В работе 25 энергоблоков, в ремонте 10 энергоблоков, существенное событие, введен промышленную эксплуатацию на прошлой неделе, четвертый блок Ростовской атомной станции. Это плюс. Суммарная выработка по концерну в целом 149 миллиардов 265 миллионов киловатт-часов, суммарная мощность 21 тысяча 484 мегаватта. Значит, к плану ФАС 103 процента. О техническом состоянии «Смоленская» сообщил главный инженер предприятия. В работе первой и второй энергоблоки нагрузка суммарная 2073 мегаватта. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Третий блок по-прежнему находится в среднем ремонте с ЧЗТК и ПСЭ. Выработка электроэнергии за сентябрь составила 1,2 миллиарда киловатт-часов. С начала года выработано 14,5 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана 437 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке «Смоленская АЭС» и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 28 сентября в день работника атомной промышленности в «Росатоме» состоялся второй в 2018 году день информирования. На прямую связь с госкорпорацией вышли более 80 предприятий атомной отрасли в разных городах страны, в том числе работники «Смоленская АЭС». В своем выступлении Алексей Лихачев подвел промежуточные итоги работы отрасли в 2018 году. В частности, он отметил большой вклад в командный успех госкорпорации электроэнергетического дивизиона. В этом году АЭС движется к рекордной выработке электроэнергии. Генеральный директор «Росатома» подробно остановился на стратегических целях и задачах отрасли на ближайшую перспективу. Алексей Евгеньевич подчеркнул, что для их достижения выбраны семь приоритетов развития отрасли – безопасность, строительство, наука, новые бизнесы, Арктика, цифровизация, горизонтальное взаимодействие. Данный формат позволяет окунуться в атмосферу, которая происходит непосредственно на конференции. То есть ты чувствуешь себя участником этой конференции. Очень приятно было услышать о достижении отрасли. Тем более, что многие из этих достижений достигнуты благодаря в том числе и участию «Смоленской атомной электростанции». В Десногорске реализуется новый совместный проект «Смоленская АЭС» и администрации муниципалитета «Бережливый город». Его цель – повысить качество оказания услуг ЖКХ, уборки городских улиц и придомовых территорий. В процессе оптимизации задействованы МУП ККП и служба благоустройства. Существенные изменения уже произошли в работе паспортного стола МУП ККП. Теперь он размещается в новом просторном помещении – кабинете номер один. В нем выполнен косметический ремонт, эргономично расставлена мебель, чтобы было удобно и для персонала, и для посетителей. Изменился график работы паспортного стола. Он открыт с 8.15 до 17.30, в пятницу – до 16.30. Кроме того, теперь услуги населению в нем оказываются без привязки к месту прописки. Жители могут обратиться в удобное для них время к любому свободному сотруднику. Все это позволило существенно уменьшить время ожидания населения для оказания этой услуги, так и количество посетителей, потому что поток посетителей распределился по времени. То есть это дало конкретные результаты, это дало и удобство жителям, и в том числе позволило высвободить трудовые ресурсы и время для дополнительных мероприятий, для дополнительных задач, которые можно этими специалистами выполнять. Также оптимизируются все рабочие процессы бухгалтерии МУПККП, начиная от приема показаний счетчиков и выпуска платежек, заканчивая перерасчетом оплаты за коммунальные услуги. Целый комплекс мероприятий запланирован по повышению качества уборки города в зимние и весенние периоды. Разрабатываются оптимальные маршруты уборки территорий, эффективная логистика связи водителей уборочных машин с диспетчером управляющей компании, схемы взаимодействия коммунальных служб. Ряд мероприятий, связанных с контролем качества за выполнением работы, мы увязываем в том числе с приобретением дополнительных технических приспособлений, таких как видеонаблюдение на подъездах, таких как видеонаблюдение у нас будет на всей уборочной технике установлены, видеорегистраторы, связь с доктористами оперативную мы тоже будем изменять. Мы поставим радиостанции и посредством радиосвязи в оперативном режиме это позволит изменять, перенаправлять технику для оперативного реагирования на ситуацию и повышения качества и скорости уборки города. Проект «Бережливый город» муниципальные службы реализуют в тесном сотрудничестве с проектным офисом «Смоленск-АЭС», специалисты которого оказывают методологическую и консультативную помощь. Проект открыт с инициативы «Росатома», то есть положительный опыт внедрения и улучшений, которые были уже внедрены в ряде социальных проектов, таких как «Бережливая поликлиника», было решено перенести и на город. Роль проектного офиса «Смоленской атомной станции» это в первую очередь передать методологию, передать методологию, по которой реализуются проекты, такие вот направленные на именно внедрение улучшений, то есть ПСР-проекты. Более 60 спортсменов, работников АЭС России, приняли участие в корпоративных турнирах по бадминтону и питанку, которые прошли 26 по 27 сентября в городе-спутнике «Смоленск-АЭС». На спортивных площадках Десногорска встретились спортсмены «Смоленской», «Балаковской», «Ленинградской», «Ростовской станции», «Центрального аппарата концерна «Росэнергоатом», Акционерного общества «Смоленск-Атомэнергоремонт», ветеранских организаций «САЭС» и «ЛАЭС». Свои спортивные достижения они посвятили памяти замечательного человека Олега Желтова, который был вдохновителем многих спортивных и культурных проектов «Росэнергоатома», объединил тысячи спортивных и творческих людей концерна. Для атомной энергетики, ну, вообще-то, молодые виды спорта, мы с вами ими стали заниматься не так давно, но уже имеем определенные успехи и, в принципе, наши спортсмены, наши представители концерна могут на уровне России точно соревноваться по этим видам спорта. Это хорошо, это радует. Самое главное, все больше и больше участников принимают, наших работников принимают участие в этих соревнованиях. Соревнования по питанку проходили на открытых площадках санатории-профилактории «Лесная поляна». В упорной борьбе лучшие результаты показали хозяева турнира. Команды «Смоленск-КС» заняли все три ступени федестала почета. Питанком занимаюсь с первых дней, как только первые спортивные соревнования были у нас, спартакиада. Первый раз посмотрел в интернете технику, как бросают. Пришли на спартакиаду, и мы в микс-ты играли, и, по-моему, заняли как бы призовое, не призовое, там тройку призеров попали, третье место или второе. Где-то так. Сразу понравилось. Ну, потому что все такие же были, на таком же уровне, все еще не умели. Но второй спартакиаде, конечно, вообще никуда не попал. Поэтому понял, что надо как-то тренироваться. Мы собираемся развивать питанк на Балаковской, собираемся секцию организовывать. И приехали к вам за опытом поучиться. Очень приятно здесь вообще находиться. В мастерстве владения ракеткой бадминтонисты соревновались в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. В общекомандном зачете спортсмены Смоленской АЭС заняли первые и третьи места. На втором месте бадминтонисты Балаковской станции. Бадминтон – очень динамичный, увлекательный вид спорта. Позволяет играть всем, как вот здесь у нас две категории, и участвовать до 45 лет, после 45 лет. Очень замечательно. Спасибо концерну, что есть такие соревнования. По мнению участников состязаний, получился отличный праздник спорта и дружбы. Не зря на то, что у нас соревнования, все хотят быть победителями, а педестали быть первыми. Но за рамками мы дружим, обнимаемся, так сказать, по-человечески. У нас отношения очень добрые. Это, кстати, тоже актуально для наших соревнований. Победителям и призеров турниров вручены призы концерна «Росэнергоатом» и профсоюза «Смоленской станции», а также кубки, грамоты и медали. В Десногорске состоялся открытый турнир «Смоленск АЭС» по игре «Что, где, когда», посвященный Дню работника атомной промышленности. В нем приняли участие 17 команд, более 100 игроков, работники и ветераны «Смоленск АЭС», организации города Десногорска, а также педагоги и школьники. Интеллектуальный поединок был организован клубом 3000-х при поддержке профсоюзной организации и администрации «Смоленск АЭС». С каждым сезоном, с каждой игрой интерес к ней все увеличивается. Это говорит о том, что игра интересная. С каждой игрой за первенство, за первых три призовых места все идет с обострением. Спортивный вариант игры «Что, где, когда» включал в себя 4 тура по 12 вопросов, минута на обсуждение, 10 секунд на передачу ответа членам жюри. Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. Первое место, 34 правильных ответа из 48 возможных, заняла команда «Смоленск АЭС» в 3000-х, капитан команды Леонид Минин. По 30 правильных ответов дали сразу две команды. Сборная «Одночек и Кашники», работники «Смоленск АЭС», жители Рославля, под руководством бессменного капитана Виктора Бунцева и команды отдела ядерной безопасности САЭС капитан Анатолий Карпинский. Только дополнительный подсчет по силе игры присудил команде отдела ядерной безопасности второе место. Победители и призеры получили кубки, медали и книги. Все команды получили дипломы участников интеллектуального турнира. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС» с важными событиями жизни станции. Вы можете ознакомиться в разделе «АЭС» на сайте росэнергоатом.ру а также в официальной группе «Смоленск АЭС» в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин